Вдали от центра, но рядом с людьми одной из старейших образовательных учреждений округа празднуют юбилей. 80 лет исполнилось в школе поселка Устькара. За все время школа пережила самые различные моменты и, несмотря на трудности, выполняла свой долг. Снабжала необходимыми знаниями жителей Карского побережья. На торжественный юбилей пригласили почетных гостей и нашу съемочную группу. Музыка и смысл знаменитой песни прекрасно подошли для гимна школы поселка Устькара. Текст гимна как история образовательного учреждения, а ему есть, что рассказать о своем прошлом. Взять хотя бы тот факт, что первые ученики занимались в доме Севкрая Пушнины. Печка, буржуйка, свечи, деревянные лавки и столы. В таких неприхотливых условиях учились грамоте первые школьники. Ими были дети пастухов и оленеводов. В 2007 году мечта педагогов сбылась. Они переехали в новую школу. С появлением новой школы, конечно, все изменилось. Все изменилось. И появилась радость в глазах учителей и детей, потому что помещения светлые, теплые, большая школа. И появилось много возможностей для учителей и также для учеников. В смысле того, что у нас появились интерактивные доски, компьютерный класс, физкультурный зал. Марина Григорьевна – одна из тех, кто связан с историей школы. После окончания педуниверситета Герцена по распределению попала в Усть-Кару. Учила детей русскому и родному языкам. Несколько раз приходилось уезжать. Но судьба как будто снова возвращала ее в поселок на побережье Карского моря. В итоге около трех десятков лет посвятила родной школе. Молодой учитель Сергей Кузнецов богатым стажем похвастать не может. Четыре года работы в Заполярье для него уже подвиг. В родной республике Марий Эл такой экзотики не увидишь. Говорит, как будто попал в 90-е годы. Нет ни связи, ничего такого, ни интернета, водопровода нет, отопления нет, печное. Вернее, там углем отопить. Это все дикое поначалу. Я где-то за неделю-две, наверное, привык уже. И потихоньку влился, наверное, как местным уже меня считают здесь. Не потерять себя, интерес к работе помогает творчество. Вместе с такими же энтузиастами Сергей снимает фильмы, делает фотоколлажи и с ними участвует в конкурсах. Старожилы говорят, учителя в этой школе всегда отличались неординарным подходом к обучению. Без него тут просто не выжить. Выпускница 61-го года Галина Анатольевна помнит, как они пионерами отмечали полет Гагарина в космос. Неудаленность поселка от столицы округа, необособленность от внешнего мира не помешали отметить события всесоюзного масштаба. Горн, барабан. И мы ходили по поселку. С угроба вдоль поселка вот так вот шли. И мы так поднимались, опускались. И кто нам встречался, всем кричали, Гагарин в космосе. Вот что такое космос, может, не совсем понимали, но погнали в мире, знали, что это, наверное, очень хорошее дело. Пожелания педагогам и детям были соответствующими. Получать необходимые знания и достойно представлять школу на территории округа и за его пределами. Мы, в случае, готовы всячески помогать. Мы обязаны просто реагировать на каждый ваш звонок. И не просто так, если у нас начальник управления базовая, ноутбук. Вот, тем, кто, пожалуйста, не просто не смотрел, что это было за школу. Что за такие замечательные люди, которые работают в непростых климатических условиях и дарят знания для этих замечательных ребят. При первом же входе в вашу замечательную школу чувствуешь уют, чувствуешь доброжелательность, любовь и ответственность, которую только к мероприятию невозможно подготовить. Девятый десяток родной школы учителя и дети встретили с гордостью. Специально к юбилею подготовили выставку рисунков. На своих работах школьники показали, какое они видят школу еще через пару десятков лет. Валентина Чибичик, Александр Усачев, Телеканал Север.